Здравствуйте! Эфир продолжает программа «События» в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Весна идет, весне дорогу. В Самаре готовят дождеприемники к сходу талой воды и продолжают расчищать город от снега. До 80 рейдов в день. В Самаре продолжают следить за соблюдением масочного режима в транспорте. Особое внимание сотрудникам транспортных предприятий. Обменялись победами с прямым конкурентом. Волейболисты «Новы» продолжают сражение в финальном раунде Высшей Лиги А. Шанс на жизнь и мирное небо над головой. 25 февраля в Самарскую область прибыл первый поезд с переселенцами из Донбасса. В регион приехали 266 человек, большая часть из которых – дети и пожилые люди. Для их нужд в губернии подготовили 4 пункта временного размещения. 178 человек отправились на базу отдыха «Дубки» в Самаре. Подробности расскажут наши корреспонденты. К приезду переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик регион готов на все 100%. Первый поезд прибыл в Самарскую область 25 февраля. Уже на следующее утро началось заселение во временные пункты пребывания. Один из таких организовали на базе отдыха «Дубки» в Самаре. Прибывшие прошли ПЦР-тестирование, их осмотрели медики. Специалисты миграционной и социальной службы оказали необходимые консультации и помощь с оформлением документов. Встретиться и пообщаться с переселенцами приехал губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что для людей организовано комфортное проживание и четырехразовое питание. Все в порядке? Нет каких-то проблем, вопросов? Что-то не хватает? Все есть. Привезли его. Также для переселенцев организовали единовременные выплаты. Руководитель главного управления социальной защиты Самарского округа Лариса Дубровина пояснила, что весь пакет документов для оказания медпомощи уже собран. В понедельник их отправят в Ростовскую область, где займутся перечислением денег. Средства люди должны получить в течение недели. Мы вчера весь день принимали документы, пакет документов от граждан, которые прибыли с Украины, из ЛНР, ДНР, на оказание материальной помощи, единовременный выплат. Единовременный выплат в размере 10 тысяч рублей. Особое внимание сейчас уделяют детям, их половина от всех прибывших в регион переселенцев, среди которых 6 младенцев до года. В пунктах временного размещения оборудовали детские комнаты. Там с ребятами занимаются волонтеры и опытные педагоги. 44 ребенка школьного возраста, которые сейчас проживают в Дубках, со следующей недели начнут учиться. Их готова принять 43-я школа. Для доставки ребят в образовательное учреждение организуют транспорт. Кроме детей и пожилых в Дубки приехали студенты. Анастасия Голубоярова и Светлана Бескупская летом должны были получить диплом об окончании Донецкой национальной академии строительства и архитектуры. Девушки переживают, как теперь быть, но губернатор обещал помочь завершением обучения и получением дипломов в одном из университетов Самары. Технический университет очень хороший, очень хорошего уровня. Постараемся, чтобы все возможности для вас создать. Спасибо вам большое за это. Ну а там ребятам и девчатам расскажите немножко, а то не все просто понимают, что там происходит у вас реально. Во время поездки в пункт временного размещения делегация также посетила столовую, жилые корпуса и медицинские кабинеты, где при необходимости с людьми работают психологи. Кроме региональных и городских властей, свою помощь переселенцам оказывают жители региона, общественные и волонтерские организации. Максим Магомедов, Михаил Ермоленко, События. По мере успешного выполнения российскими военнослужащими боевых задач увеличивается количество фейковой информации, отмечает Министерство обороны России. Жители страны призывают не доверять слухам и опираться только на проверенные источники. Сейчас это важно, чтобы не допустить нагнетание обстановки и не сеять раздор между людьми. Кроме того, все больше фейков возникает вокруг ситуации с переселенцами с Донбасса, которым сейчас особенно важна наша поддержка, как материальная, так и моральная. О ситуации высказались представители общественных организаций Самары. Летом приезжали ребята, дети из Донецка. Они не верят в то, что можно ходить по улице и не бояться, что сверху что-то может упасть, что они могут погибнуть. Понимаете, они вздрагивают при любом шорхе, при любом звуке. Это страшно. То есть дети лишены детства. И вот люди сейчас приезжают, я думаю, через какое-то время им станет легче, потому что спокойная обстановка. Доверие и вера в президент она была еще и раньше, не с 18-го года. Когда он только выступил в Бюнхене в 2007 году, уже сразу было понятно, что пришел к власти такой человек, прямолинейный, сильный. И самое главное, те слова, которые он говорит, он всегда, они у него никогда не расходятся с делом. И мир поймет, что русский человек, Россия, это сильное, мощное государство, и просто слова на ветер никто не бросает. Устранить все последствия непогоды в кратчайшие сроки. Такую задачу на еженедельном совещании поставила глава Самары Елена Лапушкина. Перепады температур приводят к падению снега с крыш, а подтаявшие осадки образуют на дорогах лужи. Как расчищают кровли и тротуары, а также приводят в порядок дождеприемники, в нашем сюжете. Ускорить расчистку крови или тротуаров от снега. Такую задачу поставила перед районными администрациями глава Самары Елена Лапушкина на совещании в администрации города. Ночные отрицательные температуры днем сменяются плюсовыми. Нужно исключить падение наледи с крыш. Проводить работу должны управляющие компании. Задача районных властей – проконтролировать их труд. Качество расчистки проверяет ГАТИ. В отношении недобросовестных управляющих компаний составляются административные протоколы. То, что касается по общественным пространствам и по набережным, и скверам, также работы ведутся. По зачистке, так как территория была почищена, в основном пешеходные дорожки до уплотненного снега, сейчас идет зачистка до твердого покрытия. За минувшие сутки с улиц города было вывезено 6078 тонн снега. Всего с начала зимнего периода – 367 750 тонн. Сейчас продолжается расширение дорог, убираются снежные валы. Работы ведутся и днем, и ночью. С повышением температуры тает снег, проводится откачка воды с дорог и улиц. Продолжается открытие дождеприемников. Из 1322 на сегодняшний день открыто и пролито горячей водой 763. По поводу неочищенного до асфальта – да, согласна. Не всегда за один день мы можем этого сделать, но в связи с перепадами температуры с плюсом на минус, вы сами понимаете, что очень скользко. Поэтому противогололедные материалы должны использоваться и более активно, обращая на это ваше пристальное внимание. Кроме того, продолжается работа по подготовке документов на замену лифта в многоквартирных домах города. Напомним, о выделении средств из федерального бюджета на замену лифтового оборудования заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на рабочем совещании по вопросам ЖКХ. Всего в ближайшие два года в области планируют заменить около полутора тысяч подъемных механизмов. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События. В Самаре приступили к откачке воды в местах, не оборудованных ливневыми канализациями. В планах подрядных организаций задействовать 12 единиц техники. При необходимости цифры могут увеличить. Тема продолжит Мария Левина. Откачка воды – традиционная для весеннего сезона процедура. Обычно ее проводят в местах, которые не оборудованы системой ливневых канализаций. Таких мест в Самаре порядка 32. Основная часть находится в поселке Зубчининка Кировского района, а также Куйбышевском. Отдельные локации есть в промышленном и советском районах. Пока на работах по откачке талых вод задействованы 5 единиц спецтехники объемом от 5 кубометров. Специализированные машины вмещают в себя до 12 кубометров воды. Конкретно это рассчитано на 5 кубометров. После откачки лужи свободного места в баке не останется. Чтобы избавиться от воды здесь, машине придется сделать даже несколько рейсов. Специалисты подчеркивают, при необходимости подрядные организации могут увеличить количество техники. Конец февраля выдался последние дни без осадков. Погода позволяет, поэтому пока планируем ограничиться в 12. Если данной техники будет не хватать, будем привлекать дополнительные машины. В принципе, в городе они есть, и возможности увеличения порядка до 20 единиц. Работы по ликвидации подтопления на уличной дорожной сети стартовали с середины прошлой недели. Но уже за это время откачано свыше 2000 кубометров воды. Мария Еревина, Николай Епифанов, События. В столице региона прошло очередное заседание регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. На нем был принят ряд решений. В Самарской области снимут ограничения на проведение региональных и межрегиональных соревнований среди взрослых, а также учреждения дополнительного образования вернутся в очный режим работы. Напомню, на дистанционный формат они переходили до 1 марта, и этот срок продлевать не стали. Кроме того, несовершеннолетние вновь смогут посещать учреждения культуры. Тем временем в регионе продолжается вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. Для этого в прививочных пунктах в наличии есть спутник М. Нужно ли детям готовиться к процедуре и освобождает ли иммунизация от занятий в школе, расскажем в сюжете. В Сызранской поликлинике вакцинацию прошли уже 124 подростка. Это дети от 12 до 17 лет. Их прививают от коронавируса на добровольной основе, но по заявлению законных представителей, родителей или опекунов. На фоне быстрого распространения заразного вируса омикрон прививка остается единственной защитой, уверяют медики. Прививку перенесли все хорошо. Учитывая количество заболеваний в последнее время, я считаю, что каждый должен подумать о своем здоровье и минимизировать риски в плане заболеваний. На процедуру необходимо прийти с паспортом или свидетельством о рождении подростка, а также полисом обязательного медицинского страхования. Больше никакой специальной подготовки не нужно. Вакцинация проводится только после осмотра врача-педиатра. Он определяет наличие или отсутствие противопоказаний. Как рассказывают жители Сызрани, привить своих детей они стараются в качестве профилактики. Нет, никто не болел, просто переживаем, зачем. Сделали прививки, никто не болел. Все хорошо у нас, все здорово. Специалисты рекомендуют после вакцинации не переохлаждаться, не мочить место инъекции, продолжать соблюдать все меры профилактики в период пандемии. Второй компонент вакцины вводится через 21 день. Освобождение от занятий в общеобразовательных учреждениях после прохождения вакцинации не предусматривается. Светлана Кудрявцева, события. В Самаре продолжают следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Еженедельно проводятся по 80 рейдов. Особое внимание уделяют не только пассажирам, но и сотрудникам транспортных предприятий. Сколько было выявлено нарушений за прошлую неделю, расскажет Мэриил Чан. В общественном транспорте Самары предпринимаются все возможные меры, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Мониторинги ежедневно ведут городские власти и правоохранители. Также в межведомственных рейдах участвуют представители контрольно-ревизионных служб, перевозчиков и народные дружинники. По-прежнему мы призываем всех граждан соблюдать масочный режим в общественных местах и в транспорте, потому что это, на наш взгляд и на взгляд Роспотребнадзора, это достаточно эффективная защита от той болезни, которая нас всех посетила. Только за прошлую неделю на нарушителей составили 89 протоколов. 132 пассажирам на минувшей неделе пришлось покинуть салоны транспортных средств. Рейды по-прежнему проводят ежедневно во всех видах городского пассажирского транспорта – в утренние и вечерние часы и в часы пик. За год было проведено 640 рейдов. В результате 486 протоколов оформили на граждан, которые категорически отказывались использовать маску, либо не взяли ее в дорогу. Самарцам напоминают, надевать средства защиты необходимо уже перед входом в салон. Я боюсь как бы не заразиться, хотя у меня прививка. Я очень этого боюсь. И желаю всем, чтобы все это делали. Просто это для себя, а не для посторонних лиц. Кроме того, руководством автотранспортного предприятия дано поручение готовиться к городскому месячнику по благоустройству. Заблаговременно начать отмывать транспорт. Весь подвижной состав приведут в порядок после зимы. Салоны избавят от грязи, пыли и песка, которые входят в состав реагентов. Скоро на предприятии планируется объявить субботник. Закуплено дополнительное количество средств. Это тряпки, моющие средства. Раздаем экипажам, чтобы они отмывали свой подвижной состав вместе с нашими моющими. В процессе проверок особое внимание и к сотрудникам транспортных предприятий, которые организуют перевозки пассажиров. О нарушениях масочного режима и других санитарных требований в транспорте пассажиры могут сообщить по телефонам горячей линии, которые размещены в салонах общественного транспорта. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. По расписанию геомагнитные бури. По прогнозам, в самом начале марта мощность колебаний в магнитном поле нашей планеты составит 5 баллов из 10 возможных. Чем чревата такая космическая непогода и действительно ли возмущения геомагнитного поля Земли влияют на самочувствие? Ответы в материале наших корреспондентов. Эту бурю сложно увидеть, но можно ощутить. Геомагнитная обстановка вновь сулит мощные колебания в магнитном поле Земли. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в самом начале марта мощность колебаний в магнитном поле нашей планеты составит 5 баллов из 10 возможных. Тенденция идет с февраля, на протяжении которого мощные порывы солнечного ветра не раз обрушивались на Землю. Существует солнечный ветер, это потоки солнечной плазмы, которые двигаются с большой скоростью и могут реализоваться в нашу магнитосферу. А даже если в нашу магнитосферу, они приводят к ее колебаниям и меняют магнитное поле на Земле. Это приводит к небольшим магнитным штормом. В то же время на Солнце существуют солнечные вспышки, в время которых могут произойти кардональные выбросы массы. Кардональный выброс массы – это такое событие, при котором миллиарды тонн плазмы выбрасываются в космос со скоростями тысячи метров в секунду. И это может так случиться, что этот кардональный выброс будет направлен в сторону нашей Земли. Пробуждение светила однозначно влияет на спутники, космические корабли и летающие высоко в атмосфере самолеты. А вот четкой позиции касательно связи космической погоды и здоровья – нет. Метеозависимость официально не признана медицинским сообществом как болезнь и не включена в список международной классификации болезней, принятой Всемирной организацией здравоохранения. Однако честь специалистов считает, что основная причина симптоматики связана с последствиями геоштормов. Резким изменением температуры воздуха, перепадами атмосферного давления, а также уровня влажности окружающей среды. Чаще всего метеочувствителем являются люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Изменение атмосферного давления, которое происходит при магнитных бурях, приводит к изменению тонуса сосудистой стенки, что может приводить, в свою очередь, к таким симптомам, как колебания артериального давления, головная боль, голокружение, бессонница. Если вы относитесь к этой категории, то справиться с метеозависимостью, выпив волшебную таблетку, нельзя. Помогите себе внимательным отношением к уже имеющимся хроническим болезням. Не пытайтесь заранее предупредить чувствительность организма к метеопогоде. Купируйте симптомы только в соответствии с их локализацией. Мария Левина, Ольга Хомраколова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Увеличение продолжительности жизни человека и молодеющие заболевания сердечно-сосудистой системы могут стать предпосылками для роста тяжелых когнитивных расстройств. По данным российских ученых, уже к 2050 году вдвое вырастет количество россиян, страдающих деменцией. Какие симптомы должны насторожить? Есть ли лечение? И что делать самому, чтобы сохранить здоровый рассудок? Подробнее в следующем сюжете. Около 35-40% населения являются носителями легких и средних психических патологий, тяжелых не более 4-5%, куда входит и деменция. Медики стараются использовать термин «тяжелое когнитивное нарушение», чтобы избежать лишних негативных ассоциаций, рассказывает врач-психиатр Дмитрий Романов. По его словам, заболевание касается не только пожилых, как принято думать, но и молодых. Причин много. Чаще всего это проблемы с сосудами, которые нарастают с возрастом. В последнее время добавился и ковид. Одной из частых причин возникновения деменции являются сосудистые поражения головного мозга, например, при атеросклеротической болезни. Деменция развивается в связи с опухолем головного мозга, в связи с тяжелыми интоксикациями, в связи с паразитарными поражениями головного мозга. Ковид очень похож на другие тяжелые вирусные инфекции. Они в этом плане ведут себя одинаково. Вызывая множественные поражения в организме, не только в легких, задрагивает многие системы, практически всегда в патологический процесс вовлекается головной мозг. Как и в случае с другими болезнями, важна ранняя диагностика. Насторожить могут рассеянность, трудности с концентрацией внимания, плохая память, невозможность решать новые задачи. Определить симптоматику помогут беседы с врачом и экспериментальные методы, которые разрабатывают патопсихологи. Медицина не стоит на месте, и врачам сегодня есть, что предложить. В середине прошлого века действенных лекарств, которые бы помогали решить эту проблему, практически не было. Но в конце прошлого века, особенно в новом веке, активно разрабатывается почти два десятка класса препаратов, которые с разной степенью доказательности продемонстрировали свою клиническую эффективность в плане уменьшения симптома деменции. Однако нужно проводить профилактику и самостоятельно. Кажущиеся наивными советы по поводу того, чтобы держать себя в интеллектуальном тонусе, решать кроссворды, систематически прибегать к решению каких-то новых интеллектуальных задач, это тот минимальный вклад, который сам человек и его родственники могут обеспечить в плане профилактики услуглений проблем. Еще один совет медиков меньше тревожится, поскольку стресс тоже влияет на работу мозга. Человек повышается уровень кортизола, кортизол повышает уровень тромбоцитов, тромбоциты, тромбы, закупоряются мелкие сосуды. Если проблема с кровоснабжением головного мозга, то, разумеется, будет человек все забывать. В первую очередь нужно понимать, что человеку, чтобы он жил долго и счастливо, должна быть некая цель в жизни, для чего он это делает. Тогда у него будет и стимул заниматься собственным телом, собственным здоровьем. Тогда у него будет стимул развивать мозг. По словам специалиста, для профилактики когнитивных заболеваний важно использовать все, что улучшает сердечно-сосудистую систему. А это физические нагрузки, ходьба, правильное питание, самоконтроль и регулярные медобследования. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Сергей Баскин. События. В этом году, 5 марта, исполнится 80 лет седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Она была написана в блокадном Ленинграде в 1942 году и прозвучала как гимн жизни. Что сейчас значит для россиян произведение великого композитора, расскажет Виктория Шарая. Символ борьбы за жизнь в осажденном Ленинграде и на территории всего Советского Союза. В этом году, 5 марта, исполнится 80 лет симфонии Дмитрия Шостаковича. В этот день, в 1942 году, седьмая ленинградская симфония, гимн жизни и всего человеческого, была впервые исполнена в Куйбышеве, эвакуированным оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Именно из Куйбышева, который в годы войны имел статус запасной столицы, началось триумфальное шествие этого музыкального произведения. В нынешних условиях, на мой взгляд, это событие приобретает особый статус. И рад, что сегодня мы представляем это знаменательное событие в культурной, общественной жизни нашей страны на федеральном уровне. Симфония впитала в себя всю боль, весь ужас военного лихолетия и вместе с тем придала советским людям силы противостоять врагу, продемонстрировала всему миру несокрушимую волю нашего народа, стремление защитить правду, свободу, независимость нашей страны в борьбе с нацизмом. Подготовка премьерного исполнения «Седьмой симфонии» велась в Ленинграде. Часть музыкантов была в эвакуации, часть в больнице кто-то погиб. Из ста осталось 27 человек. Исполнители искали не только в Ленинграде, но и на фронтах. Первая репетиция продлилась всего 15 минут. У музыкантов больше не было сил держать в руках инструменты. Один из трубачей от голода так и не смог извлечь ни одной ноты. Барабанщик Айдарова, упавшего в голодный обморок, дирижер нашел в морге и буквально спас его от смерти. Исполнители стали кормить горячими обедами раз в день. На премьере симфонии в запасной столице присутствовало много иностранных корреспондентов, передавших восторженные отклики в информационное агентство. И, конечно же, эта симфония стала вызовом, она стала символом, она стала декларацией силы духа и силы искусства. Искусство, которое сильнее любой войны, сильнее каких-то сиюминутных трудностей и сложностей. Искусство, которое помогает выжить даже в голодное, холодное и страшное время. В этом году в честь памятного события в Самаре пройдет целый ряд мероприятий. Тематическую выставку можно будет увидеть с 5 по 28 марта в фойе Самарского академического театра оперы и балета. Именно там оркестр Большого театра в начале 42-го года готовился к премьере, поскольку отапливать все здание театра в военное время было очень трудно. Горожан ждут концерт, а также инсталляции и мэппинг на здании театра. 4, 5 и 6 марта будет организована уникальная световая проекция, посвященная самым важным вехам в истории создания симфонии Победы, а также периоду жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Виктория Шарая, События. Волейболисты «Новы» продолжают борьбу за победу в российской высшей лиге «А». В минувшем туре финального раунда турнира новокуйбышевцы принимали МГТУ – прямого конкурента в борьбе за первое место в турнирной таблице. Подробнее в нашей спортивной рубрике. В четвертом туре финального раунда волейбольной высшей лиги «А» сошлись лидеры турнира – «Нова» и «МГТУ». Первый матч прошел в равной борьбе. Обе команды старались не допускать ошибок и действовали максимально надежно. Стартовый сет остался за хозяевами, как и второй, в котором новокуйбышевцам только в концовке удалось заработать комфортное преимущество. В третьей партии москвичи, понимая, что отступать уже некуда, постарались захватить инициативу и смогли забрать один сет. После этого хозяева сыграли практически идеальную партию и победили в матче. 3-1. 25-21, 25-19, 20-25, 25-15. Я, то, что видел все игры «Новы», я считаю, что это одна из лучших игр была против нас. Мы к ней оказались не готовы, в первую очередь морально. Мы не сумели дотерпеть, так сказать, выстоять. И в концовках партии делали много собственных ошибок, что, в общем-то, и позволило «Нове» уверенно выиграть. Второй матч же прошел при преимуществе гостей. «Москвичи» доминировали всю встречу и практически не оставили шансов «Нове». Лишь в первой партии новокубышевцы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но не смогли реализовать атаку в концовке. В последующих сетах «Нова» никак не могла найти свою игру и много ошибалась, чем и пользовались игроки МГТУ. Итог. Поражение 0-3. 23-25, 21-25, 14-25. Встречались две равные команды, поэтому результат получился. Одно мы выиграли, одно выиграли они. Почему так сложилось? Будем делать выводы, проведем работу. И, наверное, плохо так говорить. Но, может быть, не к лучшему, конечно, что мы так сыграли. Но без поражения не бывает побед. После обмена победами «Нова» сохраняет лидерство в турнирной таблице. Следующие игры новокубышевцы проведут на выезде против подмосковной «Искры». На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова